Что связывает таких разноплановых персонажей, как эксцентричный викинг Флоки, жуткий клоун Пеннивейс, отважный Тарзан и Билл Прихлоп, отец Уилла Тернера из «Пиратов Карибского моря». Правильный ответ актеры – все актеры, исполнявшие эти роли прямые родственники. Сегодня узнаем несколько забавных фактов об одной из самых популярных западных кинодинностей. Первой в семействе стал Стеллан, который является одним из самых известных шведских актеров. Со временем он все-таки примелькался в Голливуде и его дети пошли по стопам отца. Стеллан известен широкому зрителю за роли в фильмах «Тор», «Мстители», «Пираты Карибского моря» и недавнем сериале «Чернобыль», где он сыграл Бориса Щербину. В грядущей экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта он исполнит роль одного из главных антагонистов барона Владимира Харконнина. Несмотря на плотную занятость в голливудской киноиндустрии, актер постоянно проживает в Швеции. Так как уверен, что там и климат лучше, и люди проще. Трое его сыновей также стали актерами первой величины и теперь принимают участие в самых крупномасштабных кино и телепостановках. Старший сын в семье Скорсгардов начал сниматься еще в детском возрасте с середины 80-х. В основном это были работы для шведского телевидения. Но со временем он прорвался в Голливуд и заполучил несколько главных ролей. Также исполнил множество ролей второго плана. В 2013 метрах году принял участие в полярной экспедиции вместе с британским принцем Гарри. Признается, что среди братьев процветает профессиональная конкуренция. Получил главную роль Тарзана, когда его агент отправил видеозапись со Скорсгардом в студию WB. На записи Александр слишком эмоционально болел за свою любимую команду на стадионе Стокгольма. При этом агент подчеркнул, попробуйте найти на эту роль кого-то более дикого, чем этот парень. Признался, что иногда испытывает синдром самозванца. По его словам, перед ответственной сценой ему кажется, что вот-вот режиссер скажет ему спасибо, ты свободен. Сейчас придет настоящий актер, средний сын в династии Скорсгардов никогда особо не хватал звезд с неба и решил для себя, что не обидится, если не сможет повторить успехи старшего брата. Он всерьез хотел играть в провинциальном театре, в пригороды Стокгольма. Но все пошло не по плану и теперь он известен по всему миру как эксцентричный викинг Флоки из сериала Викинги. Мечтал об актерской карьере с самого детства, потому что его привлекало огромное количество съестных припасов на съемочной площадке. Единственный персонаж, которого он очень хотел сыграть в своей карьере – это Гамлет. Иногда он проверяет рейтинги популярности братьев на сайтах-агрегаторах и в шутку делится этим на семейных встречах. Младший сын в актерской династии Скорсгардов моментально прославился после крупнобюджетной экранизации Кинга Оно. Помимо фильма ужасов он также занят в еще одном проекте по мотивам романов писателя, под названием Castle Rock. В этом сериале сходятся сюжетные линии из романов Мизери, Оно, Ловца снов и Зеленой мили. Он не планировал становиться актером, так как считал, что четвертый актер в семье – это уже перебор. Во время съемок первой части Оно, Билл и команда детей актеров практически не пересекались на съемочной площадке. Это нужно было для того, чтобы дети действительно испугались пенни вызов кадре. Моменты, когда у клоуна разбегались глаза сняты с натуры. Скорсгард действительно умеет так делать, так как страдает легкой формой косоглазия. У актера есть годовалая дочь, во время съемок второго фильма он часто болтал с ней по видеосвязи. Также ее комната уставлена фигурками Пеннивайза, которые дарят актеру. У актера нет постоянного дома и он всегда в разъездах. По его словам, он путешествует по миру всю свою сознательную жизнь. А самое долгое время пребывания на одном месте – это съемки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok